Как женщине научиться ценить себя? Почему муж перестал быть внимательным? Почему мужчины как-то плохо ко мне относятся? Я сейчас буду запрашивать это, я сейчас ему скажу, что мне надо, и он мне это принесет. Все! С завтрашнего дня я люблю себя. Мы не можем изменить прошлое, мы не можем изменить родителей, мы не можем стереть из памяти чего-то, да? Откуда берется ценность себя? Откуда берется нормальная самооценка? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, и прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Откуда берется ценность себя? Откуда берется нормальная самооценка? Все идет из детства. Если ребенку в детстве родители не выстраивали отношения, где ему подтверждали эмоционально, вербально, невербально, что ты мой ребенок, я тебя вижу, ты являешься ценностью, ты достойный, ты любимый, с тобой все хорошо, и это ребенку доносили, ну не то чтобы внушали, а такие отношения строили на протяжении того, как личность формировалась, а мы формируемся в детстве, тогда у ребенка формируется такое отношение к себе. Большинство из нас в детстве мы этого не получали от родителей. Как вы думаете, почему? Потому что у родителей самих в себе этого не было. То есть если человек сам себя не ценит, сам себя не любит, то есть у него нет ресурса дать это своему ребенку или своим близким. То же происходило в нашем детстве. У наших родителей у самих этого не было. Если представить их детство, то оно было точно не лучше, чем наше. И мы не просто этого не получили, часто мы слышали абсолютную противоположность. Когда ребенку было плохо, он испытывал какие-то негативные эмоции, либо плакал, либо что-то было не так. Родители вообще его могли игнорировать. Или когда он что-то делал, как-то проявлялся, его негативно оценивали. Говорили, ты какой-то не такой, кто-то лучше, ты как-то неправильно себя ведешь, не выделяйся, не веди себя плохо, будь сдержанным. Или что ты как маленький, будь взрослым. Мы чаще слышали, что с нами что-то не так. И из этого сформировалась наша оценка себя, самооценка. При этом, даже если человек преуспевает в работе и в карьере, тоже формируется некая самооценка. Но это самооценка какая? Деловая. Поймите, у меня могло быть очень плохое детство, где говорили, что я никто или ничто. Но при этом, как-то так жизнь сложилась, что я сформировался как хороший юрист. И я как юрист могу быть суперуверен в себе. Я могу иметь суперздоровую самооценку. Это не влияет на всю жизнь, это лишь деловая самооценка. И многие люди и женщины, им кажется, ну я же вот уверенная, вот я тут пру по жизни, вот я тут выживаю, сражаюсь, у меня получается, значит, со мной все нормально. Да, с вами все нормально, но это не является вашей истинной самооценкой, самооценностью, с которой вы там засыпаете ночью, просыпаетесь утром, или не является той самооценкой, в контексте которой вы строите отношения с противоположным полом. Так вот, мы этого большинства не получили. Нормальные оценки или хорошие. Скорее получили негативную оценку нас. И это и есть наши частые, так сказать, самые частые реплики в нашей голове по поводу себя. И вот представьте, женщина такая выросла, и она говорит, а почему мужчина плохо ко мне относится? Почему муж как бы перестал ухаживать? Почему муж перестал быть внимательным? Почему мужчины как-то плохо ко мне относятся? Потому что они не могут относиться к вам лучше, чем у вас есть отношение к себе. И вам кажется, ну я сейчас буду требовать, я сейчас буду запрашивать это, я сейчас ему скажу, что мне надо, и он мне это принесет. Так не работает. То есть там какие стратегии? Я буду от кого-то это требовать. Либо я теперь буду хорошей девочкой, я буду хорошей женой, я буду очень стараться. И тогда меня будут любить. И в итоге она не получает то, что она хотела. Она говорит, я ему все, а он? То есть это стратегия заслуживания любви. Она тоже не работает. Или знаете, мне очень нравится такое. Все. С завтрашнего дня я люблю себя. Я королева. То есть она начинает себе, знаете, такое внушать, что она классная, что она любит себя, зачастую она с пеной у рта, или в соцсетях где-то пишут, я самое главное в этой жизни, я самое любимое. Это не ценность себя. Или, знаете, я сейчас, у меня плохая самооценка, я сейчас стану мастером спорта по фитнесу, и тем самым возвращу себе самооценку. Если вы становитесь мастером спорта по фитнесу, да, в какой-то степени вы, понятно, повышаете себе самооценку. Но в большей степени вы развиваетесь, опять же, деловую самооценку, которая никак не влияет на, ну, мало влияет на вашу самооценку, как женщины, собственную самооценку. Поэтому я считаю, что не работают книги. Книга, чтение книг, оно может дать понимание, некую карту, как устроено, но оно не меняет самооценку. Либо аффирмации, самовнушение. Оно какое-то время может работать, даже воодушевлять. Но в долгосрочной перспективе, опять же, оно никак не влияет в вашу структуру, в вашего отношения к себе. Либо пытаться компенсировать с помощью другого человека. Да, я сейчас найду человека, который будет меня любить, который будет ко мне относиться лучше, чем кто-либо в жизни. И да, может быть, первое время, пока он влюблён, очарован, он будет это делать. Но рано или поздно ему надоест обслуживать травмы другого человека. Поэтому я считаю, что самое лучшее, самое эффективное, это конкретно работа с прошлым. Это конкретные психологические техники. Подробнее об этом я рассказываю на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция по применению» на платной программе «Путь женщины». И я считаю, что работает в комплексе, когда мы прорабатываем прошлое, когда мы разбираемся с логической частью, как же на самом деле устроена жизнь, как же на самом деле устроена личность, как на самом деле устроено взаимоотношение двух людей, психология отношений. Кто такая женщина? Кто такой мужчина? Какие истинные их потребности? Ни навязанные, ни нездоровые потребности. А какие истинные их потребности, если откинуть шелуху? И, конечно же, действия по изменению своей жизни. И в комплексе это действительно влияет на самооценку. Но я точно знаю, что никак невозможно изменить самооценку без конкретной работы с прошлым. Важно понимать, что любовь к себе и эгоизм – это разные. Потому что есть девушки, которые считают, что любовь к себе – это эгоизм. Как вы думаете, почему они так считают? Потому что они слышали это в детстве, когда родители говорили, что «ты думаешь только о себе, а это плохо. Ты должен думать о других, ты должен заботиться о других, о маме, о папе. Теперь ты нам, мы тебя родили, теперь ты нам всю жизнь должна». И у них есть убеждение, что думать о себе в первую очередь, думать о своих желаниях – у них вообще нет такого навыка. И даже у них есть негативные убеждения по поводу этого. Поэтому эгоизм – это думать только лишь о себе. Любовь к себе – это думать сначала про себя. И когда я думаю про себя, когда я начинаю себя, тогда у меня есть чем поделиться с другими. Но если я не думаю о себе вообще, а думаю о других, тогда мне нечего и дать другим, кроме жертвования, пожертвования собой. А когда вы жертвуете собой, другими словами, заслуживание любви, и это ни к чему, никого хорошему, ни к чему никогда не приводило. Ну и, конечно же, когда женщина не ценит себя, обычно она попадает в токсические отношения, про которые я упоминал. То она заслуживает любовь, то она борется за любовь, то она требует эту любовь, впадает в какие-то крайности. И когда нет ценности себя, то очень сложно строить нормальные отношения. И женщина, которая себя не ценит, она не привлечет мужчину, который себя ценит, и который будет ценить ее. Как проработать самооценку и сделать свою самооценку нормальной? Понятно, что мы не можем изменить прошлое, мы не можем изменить родителей, мы не можем стереть из памяти чего-то. Я считаю, что книги, чтение книг, оно не меняет самооценку. Удариться в карьеру или в какое-то новое увлечение, это тоже скорее работает, как отвлечься от истины. И если вы успешны в карьере, либо в каком-то спорте, это развивает вашу, опять же, деловую самооценку. Аффирмации или внушение себе, что я классный, классная, это тоже не работает. И те, кто пробовали это, вы понимаете, о чем я. Именно поэтому я фанат тренингов, зачастую хороший тренинг, он выступает как некая сильная фигура. По сути, что должно быть в идеале нашей жизни? Кто должны быть нашими тренерами? Наши родители. Мы смотрим наших родителей, которые хорошо относятся к нам, у которых в жизни все получилось, которые двигаются вперед, которые полны сил. Тогда бы нам не нужны были никакие учителя, тогда нам не нужен был какой-то ресурс, потому что мы этот ресурс получаем от нашей семейной системы. Но в большинстве случаев это не так. И в моем случае это не так. И поэтому для себя я когда-то выбрал путь тренингов, и тренинги для меня стали некими, знаете, так сказать, эффективными родителями, которые направляли меня на путь благополучия, саморазвития и действительно изменения себя и своего прошлого. И поэтому самооценку можно иметь только через проработку прошлого, а это в том числе хорошо прорабатывается именно на хороших тренингах. Поэтому я сам использую такой метод, я с этим связал свою жизнь и вас также в это вовлекаю. Я приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем эти темы. В прямых эфирах Instagram я тоже регулярно провожу прямые эфиры и также даже периодически делаю там определенные техники, которые дают понимание, как же меняется это самое прошлое, и в соответствии с этим меняется наше отношение к себе. Прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатный курс и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!